Да, есть какая-то некая резервация, она всегда, эта открыточная резервация останется, но нет ничего страшного, если фоном для этой резервации будут служить огромные, дерзкие, сверлящие небо, великолепные здания. У меня к лахте-центру только одна серьезная претензия, он низковат и маловат. Вот Петербург развивается, и как бы мы не хотели, как бы не было бы сильно крыло традиционалистов, которые бы говорили, давайте оставим все как было, там, не знаю, проведем какую-нибудь линию, как линия наводнения в 1824 году и оставим все было как в 1824 году. Но так не будет, потому что жизнь, она гораздо умнее любых идей по поводу нее. Может ли Петербург сделать из Таджика ленинградцы? Не знаю. 20 лет назад мог бы, сейчас Петербург становится мегаполисом. Но это тоже неплохо, пускай он будет мегаполисом. Все. Вы улыбнулись, вы там подумали что-то про меня, там, идиот, или еще что-то, он сидит с собаком, с лягушкой. Неважно. Но вот эта вот доля секунды вашего внимания, которую другие умные люди, как Денис, и могут схватить и повернуть в хорошее русло. Дети говорят, что, боже мой, это не тот город, в котором я должен жить и хочу быть. И мне все это не нравится. Я не понимаю, почему это вы называете культурным Петербургом. Почему тут это просто кладбище. И вот для того, чтобы это не происходило, существует форма современного искусства. И ими тоже нужно умно и хорошо и правильно пользоваться. Тогда вот этого конфликта не будет, и тогда вот этой пропасти не будет. Все измеряется человеком. Ведь мы же не можем как-то соизмерять город каким-то абстрактным понятием. Мы сравниваем с собой. Вот удобно мне, я не знаю, с коляской идти по городу, на ступеньки подниматься, с детской коляской, или неудобно. Вот в этом, на самом деле, наш опыт взаимоотношения с городом и выражается. Вы знаете, это смешно. Вот когда, например, апеллируются идеями, а не человеком. Я объясню, почему я как бы об этом говорю, потому что мне вообще кажется, что ну как-то надо быть человечнее, что ли, соразмернее друг к другу, в глаза больше смотреть. Порой забываем о главном инструменте трансформации. Это мы сами, это тот самый внутренний источник, который берет и делает, берет он что на себя, в первую очередь ответственность. Сначала там за какой-то малый круг делал, потом расширяет до улицы, до подворотни, до райончика, а потом, в общем, и до города. Продолжение следует...